Всем огромный привет! И сегодня на моем канале покупки. Я решила показать вам накопившиеся в своей покупке одежды в основном. Первое, о чем бы я хотела рассказать, это то, что в последнее время я очень полюбила платье не в обтяжку. Хотя, в принципе, я... И да, я очень люблю платье в обтяжку. То есть, наоборот, я стала вроде чувствовать себя в фигуре лучше, а носить одежду стала не в облипку. Причем логика, не знаю. В общем, первое платье, его я забрала у своей мамы, она его купила в Мохито. Оно стильное тем, что оно простое. И кожная вставка спереди платья очень круто дополняет образ. В принципе, я в последнее время вообще не ношу бежевые коготки. Точнее, я не носила их еще, наверное, с класса 8-го, 7-го. В основном я ношу с такими вещами темные, черные, капроновые колготки. Ну, летом я не думаю, что я буду носить это платье очень часто, потому что оно черное. Но тогда можно его сочетать с кроссовками. Я бы это платье не надела с туфлями, я не знаю, почему. Хотя, в принципе, платье и туфли это стандарт. Но именно к этому платью я бы надела какие-то кроссовки. Идем дальше. И следующий лук, он просто нереальный. Сразу я хочу сказать, я вообще не разбираюсь в моде. Покупаю все, что либо в тренде, либо то, что мне нравится, либо что дешевое и очень стильное. Поэтому, если вы будете слышать какие-то названия странные, можете исправить меня в комментариях. Только не сильно критикуйте. И да, на улице пошел дождь в мае. Не дождь, а снег. В общем, в этом образе майка с рюшами и очень классная ажурная юбка. Мне очень нравится сочетание этих материалов, потому что сверху она такая блестящая, можно сказать. Снизу более плотный материал, но вместе они смотрятся очень красиво. Я пока носила только отдельно майку со штанами. Юбку не носила пока, но думаю, что на мероприятие какое-то очень классное будет стильно смотреться. И сумку, которую вы можете видеть сейчас, красную, я бы ее ни за что не купила. Ну, не то, что ни за что не купила, она просто Майкл Корс типа. С ним произошла необычная история. У меня появился заказчик, который хотел, чтобы я снимала обзор на его сумки. Не на мой канал, а вообще просто для него делала рекламу. Он мне дал две сумки и исчез на три месяца. То есть я сняла видео, скинула ему, а посредник, который у нас был, он сказал, что ну окей, ставь себе эти сумки, хотя бы какой-то будет у тебя моральная поддержка. Одну сумку черную я продала, такую красную ставила себе, подумала, что блин, у меня таких сумок нет красных, почему бы и нет. Сейчас ее часто ношу. А очки, я купила их в Нью-Йоркере. Я, вы знаете, человек, который все покупает очень дешево, в плане того, что выгодно. Я, ой, я сто раз перепроверю все-все-все-все-все, все магазины и сравню все цены, и только потом буду покупать. Вы тоже слышите снег за окном? Это жесть. Инстаград? Что? Ладно, надеюсь, что вас не смущает этот звук. В общем, эти очки я купила за 700 рублей, но 690. Мне кажется, это очень дешево для таких очков. Идем дальше, и следующий лук мой, образ, который я подобрала, состоит из штанов розовых. Я их купила также на скидке в резерте. Эти штаны стоили около 1000 рублей. Я их тоже очень часто ношу, мне нравятся штаны на завышенной талии. И плюс, когда я немножко похудела, еще стали лучше смотреться на моей фигуре. Хотя, не знаю, здесь почему-то на видео я как-то себе не особо нравлюсь. Знаете, бывают такие дни, когда вы себя смотрите и думаете, господи, я бы с собой переспал. А так иногда смотришь и думаешь, что, простите? В смысле? Сверху у меня белая кофта, которую вы могли видеть. Я тоже покупала в Нью-Йоркере. 790 рублей она стоила. То есть, очень дешевый образ. У нее открытые плечи, и вы знаете, я очень люблю, когда открытые плечи или открытые ключи. То есть, не знаю, мне кажется, это очень женственно выглядит и достаточно сексуально. И сверху у меня плащ. Если честно, на сайте он выглядел немножко по-другому. Я думала, будет теплый. Это оказалась ткань. Она была очень сильно смята. Я ее гладила, наверное, минут 40. Стояла, разглаживала. Но, в принципе, цвет классный. Я, если честно, еще не поняла, буду ли ее чарты носить, потому что я очень люблю практичные вещи. То есть, я пока не перешла из стадии человека, который покупает только практичные вещи. Если у меня сейчас будет, например, сотрудничество с другими интернет-магазинами, да, то, в принципе, я буду заказывать вещи, которые не для каждого дня, и они необычные и клевые, да. Но сейчас, в основном, я беру что-то практичное. Этот плащ не относится к практичным вещам, потому что он тонкий. И, то есть, как бы он не греет, только если для стиля его надевать. Но, в принципе, он прикольный. Да, кстати, в конце видео будет конкурс. А вот на эту сумку, которую вы можете сейчас видеть на экране. Так что, обязательно смотрите до конца. Я расскажу вам все условия участия. Конкурс, который я проводила на отбеливание для зубов. Все результаты у меня в Инстаграме, в сторис, в прямых эфирах. Так что, не волнуйтесь. Про слепон я не говорила, потому что они старые, и я их покупала очень давно. Это не новая покупка. Но, если вам интересно, это просто обычный магазин. Там, Геокс или что-нибудь такое. Они были кожаные и носки такие, как всегда. Я люблю такое. Следующий образ. Это то, во что я влюбилась. И, мне кажется, я могу это носить вечно. Это такой замшевый или велюровый костюм. И самое главное, что ты чувствуешь в нем себя как дома. То есть, ты ходишь по улицам, а чувствуешь себя очень комфортно. Но, и с другой стороны, если надеть под него не кроссовки, а какие-то там не туфли, а сапоги или какие-то длинные, образ выглядит классическим. То есть, не спортивным. И его даже можно, действительно, надеть на какое-то серьезное мероприятие. Также новая моя покупка, новое приобретение. Это то, о чем я давно мечтала. Когда провелась за трендом, я сначала зашла в Зару и уже была готова купить велюровую, да, это вроде велюр, велюровую куртку в розовом цвете. Она стоила, да, по-моему, 5000 рублей. Потом я нашла почти точно такое же, ну вот реально там буквально детали отличались, в Страдивариусе на 2000 дешевле. И потом я нашла шоу-рум, в котором была эта куртка еще дешевле на 1000. Купить дешевле, чем сможет, продолжается. Я купила эту куртку в шоу-руме White Room. Понравилась она мне тем, что такого материала в куртках у меня еще не было. И это смотрится, считай, довольно необычно. И, кстати, я заметила, что у меня реально очень много вещей появилось, которые либо бархатные, либо велюровые, либо какие-то такие... Нет, это не велюр, господи, да, сори. Вот опять мне в комментариях будут говорить, что Вера, ты не то говоришь, но сори. Еще я купила себе парку, но она не теплая, не теплом формате. Она такая необычная, немножко не мой стиль, да. Велика вероятность, что если я ее надену, то я буду чувствовать себя некомфортно целый день. А это целый день, и как бы за этот целый день, если я буду себя чувствовать некомфортно, то многое может повлиять на мою судьбу. Не знаю, будет ли я ее носить или нет. Когда я принесла ее домой, мама сказала, что, о, Вета, типа, я буду ее носить. Я такая думаю, ну окей, в принципе, если и мама будет носить, и если маме будет хорошо, значит, и мне будет хорошо. Конкурс, который я говорила вам. Если вы хотите ту сумочку, которую я вам показывала, она реально классный, кладчик. Он такой, такого же материала, как моя куртка, такого же материала, как все, что у меня уже сейчас есть. Обязательно поставьте палец вверх под этим видео, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на шоурум, который предоставил эту сумочку. Я попросила, чтобы провести конкурс для вас. И напишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего, или же какая вещь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю, и... Покетово! Не забывайте на колокольчик нажимать, а то мои видео не будут появляться. Вам будет грустно. Может быть, вам и не будет грустно, но помните, не нажимая на колокольчик, грустит где-то одна Виолетта. Что? Ладно, пока!